В Ненецком округе начали создавать рыбопромысловые участки. Для промышленного лова определены 10 зон, общей площадью более 5000 гектар. Они расположены как вблизи Наринмара, так и населенных пунктов. Таким образом, рыбаки-промышленники, заключив соответствующий договор, смогут вылавливать любые разрешенные водные биоресурсы, кроме анодромных видов рыб. Участки для промышленного лова рыбы формировались с учётом предложений жителей округа, предпринимателей, юридических лиц, а также заключений научных организаций. По данным профильного департамента, общая площадь новых участков составляет более 5000 гектар. Самый большой из них – на реке Индиго, площадью 1300 гектар. На озере Голодная Губа определены границы трёх участков – Пыты, Орешный нос и Рогачиха. На реке Печора две зоны – Нарыга и Матюшина. Три – в районе посёлка Харивер. Озеро Весерты-1, Весерты-2 и Погремты. А также одна зона – на реке Вижас. То есть, это для индивидуальных предпринимателей возможность абсолютно легально ловить рыбу на заявленных участках. Это, кроме возможности ловить рыбу на, допустим, индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, берёт на себя обязанность по содержанию этого рыбопромыслового участка, проведению милиаративных работ. Ну и, в общем-то, там есть ряд комплексов работ на очистку берегов и так далее. Теперь границы новых участков будут проходить процедуру согласования с Росрыболовством. После этого профильный департамент сможет включить их в перечень рыбопромысловых участков Ненецкого округа. Пользователи будут определяться на конкурсной основе. При этом договоры с победителями заключат на срок до 20 лет. Рыбаки-промышленники смогут осуществлять вылов любых разрешённых водных биоресурсов, кроме анодромных видов рыб. Киту, лосось, форель, нерку можно будет ловить только на некоторых участках, например, в районе Индиги. Что касается Индиги, то рыбохозяйственная наука у нас даёт рекомендации в рамках госконтракта исполняемого создавать на протяжении реки вверх по течению до 48 километров ещё рыбопромысловые участки, и в том числе для анодромных видов рыб. Причём было в Сёмге установлено не более 110 килограммов вылов горбуши. Ограничений нет при условии установки рыбоучётного заграждения. На сегодняшний день на территории региона зарегистрированы 54 участка для промышленного рыболовства, 30 речных и 24 озёрных. Это хорошая база для предпринимателей, считает Игорь Кошин. Об этом губернатор сообщил в разговоре по конференц-связи главе Тиманского сельсовета. Мы планомерно движемся, чтобы создать возможности нашему населению официально ловить рыбу, перерабатывать её и в дальнейшем её реализовывать. Вот возможности мы создаём, но ловить за кого-то никто не будет. Поэтому здесь я уже прошу быть у вас немножко поактивнее. В этом году в округе зарегистрирован только один предприниматель в сфере рыбодобычи. Это житель посёлка Индига. Глава региона поручил Татьяне Лагвиненко предусмотреть гранты для сельских жителей, которые хотят заниматься рыбодобычей и рыбопереработкой.